В центре внимания очередного заседания комиссии по социальной политике и правовому регулированию собрания депутатов Удомельского района, которое состоялось 19 ноября, был вопрос об обеспечении защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В обсуждении вопроса приняли участие Наталья Куликова, руководитель территориального отдела социальной защиты населения, Любовь Корнилова, начальник управления образования администрации Удомельского района, Анна Бурундукова, директор Удомельского детского дома, и Наталья Кудрявцева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе у Домирского техникума. В современной России особенно остро стоит проблема устройства и воспитания детей, оставшихся без родительского попечения. В лишении пренебрежения и безопеки остаются сотни тысяч детей в силу различных сложившихся обстоятельств. Согласно данным статистики, в последние годы продолжается рост численности детей, оставшихся без попечения родителей. В этой связи защита прав и интересов детей, оставшихся без родительского попечения, имеет очень большое значение. В статье 20 Конвенции о правах ребенка, к которой Россия присоединилась в 1990 году, записано, что государства, подписавшие ее, в том числе и Россия, берут на себя обязательства, согласно которому ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или который в его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, иметь право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством. Основной целью государства и местных властей является создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По данным территориального отдела социальной защиты населения, в нашем районе 103 ребенка находятся в замещающих семьях. Это патронатные, приемные и опекунские семьи. По словам начальника отдела Натальи Куликовой, больше практикуются приемные семьи. Сегодня в восьми приемных семьях воспитываются 14 детей. Четыре семьи патронатные и 85 детей находятся под опекой. Специалисты отдела социальной защиты населения также практикуют опекунство среди родственников ребенка. Территориальный отдел социальной защиты населения вопросом обеспечения защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, занимается только последние пять лет. Однако за это время было сделано немало. Детям и семьям, где они проживают, оказывается всесторонняя помощь. Большое внимание уделяется обеспечением жильем детей-сирот. Если в 2009 году выделенных денежных средств хватило только на четыре квартиры, то в нынешнем году удалось приобрести уже 14 квартир. Однако, как отметила Наталья Евгеньевна, главной проблемой остается крайне маленькая сумма на предоставление жилого помещения, по сравнению со среднерыночной. Здесь помогают спонсоры и работодатели детей-сирот. Положительным моментом стало открытие на базе Удомельского детского дома школы приемных родителей. За короткое время работы обучение прошли 13 человек. В результате обсуждения вопроса обеспечения защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, члены комиссии рекомендовали руководителям, присутствующим на заседании, направить в адрес собрания депутатов письма с предложениями для дальнейшего сотрудничества. В рамках реализации районной целевой программы по поддержке малого и среднего бизнеса 20 ноября для удомельских предпринимателей состоялся семинар по теме «Государственная помощь предпринимательству. Инструменты поддержки бизнеса в регионе». Организаторами проведения стали Министерство экономического развития Тверской области и Фонд содействия и кредитования малого и среднего предпринимательства Тверской области. Целью деятельности фонда является развитие системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, развитие системы кредитования, координация деятельности и повышение эффективности функционирования объектов инфраструктуры, поддержка малого и среднего предпринимательства, оказание консультативной, методической и организационной помощи субъектам малого и среднего бизнеса, анализ и систематизация опыта Тверской области и других регионов Российской Федерации. Председатель фонда содействия кредитования малого и среднего предпринимательства Наталья Новикова рассказала о мерах поддержки, которые существуют в нашем регионе. С 2013 года у нас прекратили существование так называемых долгосрочных программ в Курской области. Они сейчас аккумулируются в государственных программах. В соответствии с этим у нас существуют два направления деятельности. Это поддержка просто развития малого среднего предпринимательства. И второе направление это поддержка инновационного предпринимательства. Одна из мер поддержки, который у вас и есть в Домовском районе, это представители бизнес-центра. То есть у нас существуют меры поддержки в качестве информационной консалтинговых услуг бесплатно. Они у нас созданы и оказываются при бизнес-центрах и в делах информационных центров. Второй мер поддержки это имущественная поддержка. Имущественная поддержка у нас существует на территории, созданной в месте с инкубатором. На сегодня у нас созданы бизнес-кубаторы только в городе Твери. Располагаются они на студенческом периодике 50 лет октября. Один из бизнес-кубаторов занимается IT-технологиями, то есть программным обеспечением. И второй инкубатор, который занимается на 50 лет октября, он занимается разными видами деятельности. Также работает бесплатная телефонная горячая линия для предпринимателей. Цель горячей линии – организация приема обращений и консультирования объектов малого и среднего предпринимательства. Еще одной мерой поддержки, в том числе и в нашем районе, является деловой информационный бизнес-центр, созданный на базе Центральной районной библиотеки. В помощь представителям малого и среднего бизнеса в Удомле открылся Центр интеллектуальной защиты.